Всем привет! Сегодня мы с вами отправимся в путешествие на природу. Это место называется Барбакоа Бегес. Бегес это деревня, которая здесь неподалеку. Вот это вот столики, стулья, в смысле скамейки. Это место, где жарят шашлыки, как видите. Но сейчас, собственно говоря, специализированными местами для шашлыков не удивишь никого. Это есть во многих странах. У нас в России есть, наверное, в каждом регионе теперь, и не по одному, и на пляжах, и вот так же в лесу. Но я сегодня приехала не только в компании, как говорится, родных и близких их родных, но и в компании Феникса. Сейчас мы с вами пойдем в машину, возьмем птичика и погуляем по лесу. Но не здесь, где вот эта вот площадка, а с той стороны, мы там уже посмотрели, там вроде даже интересно, чего есть посмотреть. И, короче говоря, с птичкой погулять и в хвои покопаться. Вот, а компания друзей пусть пока шашлыки жарит. Мы потом придем и чего-нибудь съедим. Я свой вклад внесла, испекла Ачму, которую потом разогреют. Она достаточно большая. Вот видите, вот машина въезжает. В принципе, перепарковаться можно и здесь. 2 евро стоит парковка. В каждой такой зоне стоимость парковки машины и вообще пребывание, как говорится, аренда шашлычного места разнится. Так же, как и у нас тоже, так и здесь абсолютно. Вот, а уже, как говорится, определяется каждый на месте по своему вкусу и желанию. Мы в этом месте были. Вот туда, куда вот сейчас машина направилась. Мы оттуда приехали. Ехали мимо красных скал. Я вам показывала эту прогулку, когда мы ездили. Красные скалы, птичек, короче, тоже тут не первый раз. Именно здесь он в первый раз. Так что первый в мире петушок-путешественник отправился в очередное путешествие. У него с собой своя вода. Еду мы не брали. Тут всяких семян и трав полно. Ну и потом что-нибудь со стола ему дам тоже. Он даже от шашлыка бы не отказался, но это не куриная пища. Поэтому это если да, то очень в ограниченных количествах. Турист вышел из машины. Теперь водичку пьет. Уже целый литр мы выпили. Так, птичке пить захотелось. Сейчас блюдце положим в машину. Пойдем вот сюда в лес прогуляемся. А потом сходим, проведаем честной народ, да, Кукоша? Ну, пей еще водичку. Здесь машину поставили. Тут видите, какое некрасивое место. А птичка красивая. Так, мы с вами зашли в обычный испанский горный такой лес. Мы с птичкой зашли. Видите, мы тут уже травками питаемся. Это место для него вот конкретно это незнакомое, как я уже сказала. Хотя в этом направлении петушок-путешественник уже ездил. Здесь такая вот обычная для... Это вот, можно сказать, поляна такая открытая, да. Обычный испанский лес, густо поросший такой вот колючками. В своих зарослях довольно трудно проходим. Вот что-то вроде я там могу вам показать. Видите, такой дебри. А вот здесь такая, знаете, расщелина в скалах. С птичей там довольно сложновато пройти. Для меня нет. Ну, я подожду, пока компания подберется. Мы вместе туда зайдем. А пока я с птичей вот тут на полянке погуляю. Он тут сейчас травки покушает. Хвои поковыряются. Феня, иди сюда. Кстати, мы сюда приехали, обнаружили, что здесь есть грибы. Я не знаю, насколько они съедобны или нет. У меня такое же правило, как и у многих грибников. Не знаешь, не бери. Но я не скажу про себя, что я заядлый грибник. Но если я какие знаю, то я знаю. Если я не знаю, то я не знаю. Есть люди, которые прекрасно разбираются в очень-очень многих грибах. Но в здешних это вряд ли. Возможно, есть здесь какие-то съедобные, которые я не знаю. И также, может быть, несъедобные, которые ведут в заблуждение. Короче, если я вдруг увижу грибы, которые точно будут знать, что они съедобные, и точно их можно брать, тогда я возьму. А так, конечно, нет. Вот там вот на обочине, вдоль трассы, были грибы, несколько штук. Но, естественно, вдоль трассы никакие грибы брать нельзя. Пускай хоть они будут даже 10 раз съедобные. Это, мягко говоря, чревато будет для того, кто потом употребит эти грибы в пищу. Грибы прекрасные абсорбенты. То есть собирают в себя, впитывают из атмосферы все вредные вещества. А на дороге, несмотря на то, что это европейская дорога, с машинами на ней, ездящими, со своими катализаторами, очистителями и прочими вещами для, так сказать, уменьшения выхлопа. Но все равно, трасса, она, как говорится, и есть трасса. Ну вот мы сейчас тут погуляем, пойдем посмотрим, что там компания делает. Да, птич? А ты, если устанешь гулять, пойдешь, пока поспишь, потом опять выйдешь. Что ты к этой травинке пристал? Феникс на природе в диком испанском лесу. В очень диком. Это вам не парк. Да, Кукош? Вот он. Этот лес. Здесь все очень дикое. А вот там зона барбекю. А мы здесь гуляем. Потом пойдем там поугощаемся, да, овощами. Птич, ты что будешь, овощи? Или ты шашлычок заточишь? Куда ты идешь? Куко, тебе в лесу нравится? Мишелый литр воды выпил. Так, окунчик. Покопайся в хвои. Птич, ты что? Он, конечно, когда поехал на природу, он покушал. Он не голодный из дома вышел. Ну и здесь, я думаю, он, как говорится, найдет чем питаться. Мы как-то брали с собой еду, даже вот его пшеницу любимую. Ну, он клевал, но, как говорится, не тот энтузиазм был, что дома. Здесь другая пища. Вот, в туалет мы тут сходили удачно. Скажи, когда мне было неудачно? У меня все удачно всегда. В этом смысле и вообще. Ну, горная птица, будешь спускаться? Спускайся. Иди сюда, иди сюда, птиченька, иди. Что, передумал спускаться? Хочешь подниматься? Лукош, мы с тобой тут в дебрях ходим. Вон машина стоит. Да, Коконь? Птиченька, иди сюда. Иди сюда, птичуль. Иди сюда, кукушечка, иди. Снимаю двумя аппаратами. Кукушечка. Что, я там телефоном наснимала? Крутила его, вертела. Да, птиченька? Птиченька. Капкинка. Ксения. Идёшь сюда, нет? Вот это вот кусты, которые птичья дербанит, это розмарин. Одна из его разновидностей. Ой, не могу в объектив попасть. Листья жёсткие, но пахучие. Кушай, птичья, кушай. Розмарин это полезная вещь. Розмарин это полезно для здоровья. Там, судя по голосу, вообще-то маленькая собачка. Если дождик пойдёт, пойдёшь в машине посидишь. Ну, дождик пойдёт. Ну, так непонятно, собирается, не собирается. Птичья, ты как думаешь? Ну, я думаю, что ты тоже так считаешь, что дождь скоро пойдёт. А это что, петухи кричат днём к дождю, где-то я читала. Птичь, ты к дождю кричишь? Или к новому месту? Делови-то растопырили крылышки. Деловые птички. Птички деловые, да? Феникс, пойдём? Ку-кошечка. Феникс, идём? Птичулька. Не, в лесу понравилось тебе гулять? В лесу лучше? Не пойдёшь, да? Будешь в лесу гулять? Лесная птица будет? Лесная птица будет? Зай, ну, ну, лучше, да? Жмите злень голодом, жемом, 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 жемом... Коже, все будет. Жмите злень. Это вида, нужно в тему глядя. Это надо. Это надо. Это надо. Это надо. Они все прямо не везут их. Это серьезно. Это серьезно, но это серьезно. Она завтра. У тебя новое. Нет, нет. Нет. Нет? он никогда не видел других гайос, ни гаинос, только пирос да, пирос, это пирос это пирос, пирос да, пирос, дай, пирос и мед не имеет пирос, хотя он очень большой если он уходит в маленькую пиросу, то будет Чичуля, ты как там? Хорошо себя чувствуешь? ветер прическу портит, да? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...